Александр Альбертович, приветствую вас. Спасибо, что нашли время. Пришли в нашу летнюю студию здесь на Московском урбанистическом форуме, который в этом году проходит впервые в парке Зарядье. Очень много интересных тем на урбанистическом форуме в этом году. Многие касаются как раз развития городов, мегаполисов, не только Москвы и Санкт-Петербурга, но и в целом российских городов и улучшения жилищных условий в России. Как вы считаете, почему важно вот эти два аспекта сейчас развивать? Вы знаете, действительно форум становится одной из главных, не то что российских, а мировых площадок по обсуждению вопросов развития городов, развития территорий, развития населенных пунктов, по выработке конкретных предложений, по изменению городской среды. И как раз важность развития не только крупных городов, но и разных городов, в том числе и малых исторических городов, сегодня подчеркнул в своем выступлении наш президент Владимир Владимирович Путин. И в послании федеральному собранию в этом году большая часть, послание было уделено вопросам развития городов, территорий. Именно в этом сейчас, наверное, заключается одна из основных задач по развитию и сохранению, по сохранению и развитию даже человеческого капитала. Именно жители, которые хотят остаться в том или ином городе, определяют его экономическую политику, либо они развивают малый бизнес при этом при поддержке властей, где создаются соответствующие условия, либо они имеют интересную работу, которая позволяет им жить и развиваться в своем городе, либо они переезжают. Вот эти вопросы сохранения и приумножения экономического потенциала городов, они являются одним из главных при определении градостроительных приоритетов развития территории, при формировании стратегии пространственного развития России, которая сейчас обсуждается в правительстве, обсуждается вопрос формирования агломераций. Но это не значит, что стоит задача или есть идея всех переселить в эти агломерации или бросить развитие определенных территорий. Вы знаете, вчера один из ведущих, наверное, даже ведущий мировой, прорубанистер Эмколхос в своем выступлении на пленарном заседании форума сказал о том, что России надо уделять особое внимание развитию сельских территорий. В этом большой потенциал по формированию комфортной жизни и человеческого счастья в городах и в населенных пунктах. Действительно, в мире идет процесс урбанизации, все больше людей переезжают в крупные города, особенно в поисках работы, образования, более комфортных жилищных условий. Но ведущие мировые урбанисты видят потенциал в формировании спокойных зон комфорта, развития и в небольших сельских территориях. И наша задача создать такие принципы развития этих территорий, которые позволят людям разных возрастов чувствовать себя там одинаково комфортно. Ну, действительно, все мы, наверное, мечтаем жить в уютной деревне, где птички поют и природа красивая. Но живем, тем не менее, работаем в городах, и вот по статистике треть населения России живет в 17 крупных агломерациях. И 45% семей одновременно хотят улучшить свои жилищные условия. Вот если говорить о жилищных условиях, чем здесь может помочь государство? Что делается для этого? Действительно, это так. Мы видим при этом, что жилой фонд в крупнейших городах достаточно старый. Обновляется он недостаточно быстро. И люди испытывают такую потребность. И, конечно, второй задачей является строительство нового жилого фонда по самым современным стандартам. Это и стандарты входной группы со стами гибкие планировки квартир, наличие прозрачных дверей. В Москве несколько лет назад было принято постановление, оно было воспринято в начале представителями строительного комплекса достаточно, что называется, в штыки. Оно предписывало новые стандарты проектирования и создания многоквартирных домов различных серий. И сейчас, если вы посмотрите уже на те районы, которые сформированы, которые построены в последние несколько лет, и на те проекты, которые строятся по программе реновации, это абсолютно современное жилье. Это стандартное жилье, которое спроектировано иногда даже ведущими архитектурными бюро, при этом имеет цену, которую большинство людей могут себе позволить, в том числе и с учетом снижающейся ипотечной ставки. То есть это не какое-то жилье, как принято говорить, бизнес-класс или элит-класс, это абсолютно стандартное жилье, но с новыми стандартами комфорта, которые приняты правительством Москвы. И сейчас Министерство строительства Российской Федерации также разрабатывает стандарты, описание стандартного жилья, по которым будут реализовываться государственные программы на федеральном уровне. Это во многом за основу берется и опыт Москвы, и мы не стесняемся в чем-то повторять те решения, которые в Москве уже реализованы, и переносить их использование дальше в другие субъекты. И здесь важно понимать, что многие говорят, что вот у Москвы есть деньги, они могут себе позволить то, они могут сделать вот так. Но вот этот дополнительный комфорт, прежде всего, если говорить о жилье, даже не о городских пространствах, а о жилье, о жилой единице, он не является каким-то затратным самим по себе, не требует больших инвестиций ни от человека, ни из бюджетов разных уровней. Это скорее вопрос подхода и разумности использования того ресурса, который есть. Он не требует дополнительных вложений. Если говорить об указе президента, о развитии до 2024 года, там озвучены очень амбициозные задачи. Получится реализовать? Это реалистичный срок? Одна из целей указа, одна из целей национального развития, это строительство жилья в комфортной городской среде. И обозначены целевые ориентиры, это 120 миллионов квадратных метров жилья в 2024 году должно вводиться, а при этом есть определенный набор требований, которых необходимо выполнить по повышению комфорта проживания в различных городах. Мы видим, что для этого есть все возможности. И с учетом макроэкономической ситуации, которая сегодня складывается, она является абсолютно стабильной. Есть возможности для снижения ипотечных ставок, и банки активно этим занимаются. И в дальнейшем мы видим, что ипотечная ставка может снизиться до тех показателей, которые указом предусмотрены, менее чем до 8% годовых. При этом сейчас все банки предлагают продукты банковские ипотечные с возможностью перекредитования. То есть сегодня ставка уже где-то 9,5%, средние банки предлагают продукты. Вы можете сегодня взять за 9,5% ипотеку, а через какое-то время перекредитоваться и платить меньше, чем люди активно и пользуются. За первые 5 месяцев выдано практически 600 тысяч ипотечных кредитов. Это большое значение. Для сравнения я вам скажу, что в 2015 году было выдано порядка 700 тысяч за год. А здесь речь идет о выдаче ипотечных кредитов именно за полгода. Так что доступность жилья для людей повышается. Важно вместе с этой доступностью повышать комфорт этого жилья и комфорт среды, в которой это жилье строится. Сегодня многие эксперты на форуме обсуждали необходимость формирования комфортных городов именно для пешеходов, именно городов компактных, в которых люди могут быстро добираться до своей работы. Применительно к большим городам это означает, что районы должны сочетать в себе различные функции, как жилые, так и наличие рабочих мест в тех районах, которые не являются центральными. И вот этот уровень комфорта, он должен быть одинаковым для разных районах города. И вчера Сергей Семенович об этом тоже говорил в своем выступлении на форуме, что в Москве планируется изменение программы «Моя улица». Оно будет называться программой «Мой город» и как раз подразумевает создание дополнительных общественных пространств, зон комфорта, повышение благоустройства в совершенно разных, в том числе и в отдаленных от центра района города. То есть расширение этой программы, поскольку сегодня мы видим, что это тоже там происходит, но это будет происходить в большем объеме. А вы анализировали, изучали, как изменится ипотечный рынок с новыми правилами, изменениями в долевом строительстве? Изменения в долевом строительстве, наверное, напрямую ипотечный рынок не затронут. Изменения в долевом строительстве, которые уже вступили в силу с 1 июля, часть самых масштабных изменений вступит в силу через год. По сути, изменится система финансирования жилищного строительства. Они защитят человека, кто это жилье покупает, и по тем исследованиям, которые мы видим, вот этот измененный механизм, он будет способствовать повышению уверенности человека в своих вложениях в жилье и увеличению числа покупателей. И мы видим, что по сути речь идет о тех же самых средствах граждан, которые используются сегодня и которые человек отдает напрямую застройщику, принимая при этом все риски взаимодействия с сильным игроком рынка. По сути речь идет о том, что человек будет оплачивать свою квартиру на стадии строительства, переводя средства на специальный счет в банке, он называется по законодательству из Кроу-счет, по сути это специальный счет, с которого застройщик будет осуществлять проектное финансирование, проектное финансирование будет предоставляться банком, и он будет осуществлять проектное финансирование объекта того жилого дома или микрорайона, который строится в соответствии с проектной документацией. Правильно ли я понимаю, что здесь на форуме вы представили демо-версию проекта Дом.РФ, платформы Дом.РФ? Расскажите вкратце об основных моментах. Это абсолютно так, пока это демо-версия, нам требуется еще поработать для того, чтобы это стало продуктом, который могут использовать города. Речь идет о том, что в формате, в современном электронном виде имеется возможность формировать задания на проектирование района или дома, в зависимости от площади земельного участка, типа этажности и высотности жилья, разрешенной в том или ином квартале. По сути, в компьютер, в программу в эту необходимо загрузить исходные данные, которые есть в том или ином муниципальном образовании. Идеей создания этой программы является создание такой крупной муниципальной базы. Она может быть в любом районе, в любом городе Российской Федерации сформирована с описанием тех правил землепользования и застройки, которые есть. И загрузив определенный набор параметров, вы получаете расчетную модель для проектирования либо жилой единицы, либо комплексного освоения той территории, на которую вы хотите сделать соответствующий проект. Это один из трендов, который сегодня есть в первую очередь в крупных городах, в крупнейших городах, по формированию специальных программ, которые упрощают работу застройщиков, девелоперов и создают основу бесконтактного взаимодействия с органами власти различных уровней. Спасибо вам большое за ваши комментарии и ваше время. Успехов вам в работе на урбанистическом форуме. Спасибо вам. Спасибо.